афон паломничество лето дорогие братья и сестры сердечных приветствую вас всех и приглашаю еще время дорога до афона занимает порядка 12 часов например в 10 утра у нас был вылет из москвы и в районе 10 часов вечера мы должны добраться в уранополис а сейчас мы в аэропорту стамбула тут с непривычки несложно и потеряться при царе поездки к святыням всячески поощрялись выдавался билет паломника и сумма денег на поездку их сейчас бы так несколько слов о том почему мы летаем через стамбул он не например через ереван или там через грузию все мониторил сравнивал анализировал быстрее и конечном итоге дешевле именно такой маршрут москва стамбул там был салоники и вперед вот отец афроамериканец летел салоники может тоже на афон и пока его здесь не встретил платить и виза и когда вы в турции ну по сразу еще какой-то часть и мы не помню может быть уже говорил но как-то чувствуешь себя не очень комфортно в стамбуле вроде погода такая и море такое да ну ну остальное все не то видим вот православие все таки она такой отпечаток накладывает душа не на месте там стамбуль ну не знаю может быть только у меня простите за лирику а мы полетели эллада эллада калиспера эллада калиспера в аэропорту нас встречает микроавтобус и поехали тут уже и настроение другое и атмосфера вот албанцы едут с работы ну вот и ночной уранополис слава богу добрались покушали думали искупаться и спать охота им доброе утречко мы уже сходили искупались сейчас берем билеты будем отплывать на святую гору с нами группе православный татарин русик попозже с ним побеседуем вечный аттракцион не корми голодную чайку а это брат олег из липецка с ним в следующей серии поговорю выходим как обычно монстре дохиар приложиться чудотворной иконе божьей матери скоропослушница духовник этой группы отец иоанн а а а а Звучаем Тя, Пресвятая Бело, Бога избранная, О, Роковице, ищем образ Твой святый. Ижеточише исцеленья, Всем свираем притекающим. Представи, Богородица, спаси нас! Прибыли в Русский монастырь Великомучника и Целителя Пантелеймона. Будем молиться о мире и здравии всех рабов Божьих, всех православных христиан. Аминь. Всем привет! Сегодня с нами в поездке Рустик. Несколько вопросов ему зададим. Очень интересный вопрос. Он из Татарстана. Хотя самый татарин, но крещённый православный христианин. Расскажи, как так вышло. Мою веру дала мне моя бабушка. Получается, мамина мама при рождении. Было решено дать веру православную. Был крещён. А как уже вот... Крещены мы все в детстве. А как уже пришёл непосредственно к вере сам? Сам пришёл, когда изучать начал, уже в более таком зрелом возрасте. Начал изучать корни, историю. А вообще ты из Нижнекамска, да? Вообще я из Нижнекамска, да. Там реально много православных татар. Да? Нет, не право. Есть крещённые татары, да? То есть это вообще нормально. Да? Мы тоже знаем, что как бы... Татарстан всё-таки это мусульмане больше. Ну... Титульная... Или теоретически. Титульная вера как бы ислам считается, но очень много проживает. Крёщённых татар также этого. Ну, Афон как решил поехать? С чего? Афон сам решил поехать. За верой, чтобы углубиться корнями в неё, изучить, так сказать, почувствовать её душой и сердцем. Ну, то есть так же где-то что-то проходит, прочитал, посмотрел, да, и завалился, что поехал. Ну, как первое впечатление? Великолепное впечатление. Приезжайте все к каждому христианину, считаю, нужно приехать, побывать на Афоне, почувствовать эту атмосферу, проникнуться духом Афона. Приезжайте. Очень круто. Заряжайтесь. Спасибо, Супер, ещё побеседуем. Ну что, дорогие мои, наверное, для этого ролика достаточно, дальше будет интересней. Знакомые друзья уговорили меня открыть телеграм-канал, предлагаю вам на него подписаться, там будет больше информации, более оперативно и интересно. Искренне ваш, Василий. Жду ваши комментарии, лайки и так далее.